В субботу днём у путепровода, соединяющего Восточное шоссе с проспектом в 60-летие октября, пьяный шофёр разбил четыре чужие иномарки. 58-летний нарушитель за рулём Ниссана Тииды выехал на проспект и двинулся навстречу потоку. Позже Лихач объяснил, что ему нужно было доехать до 2-го Хабаровска, и он выбирал самый короткий путь. Первым под удар попал Лэнд Крузер, затем хэтчбэк протаранил филдер 24-летнего оконного замерщика. Молодой человек ехал к клиенту, но был вынужден прервать поездку. Следом нарушитель расстроил планы водителей Камри и Лексуса. Только после этого Тиида, наконец, остановилась, едва не лишившись колеса. Оппоненты нетрезвого автолюбителя говорили, что пытались уйти от столкновения. Вот только уклоняться от удара на загруженной машинами дороги было совершенно некуда. Машины начали впереди меня разъезжаться, пропускали его, уходили от столкновения. И он выехал уже на меня, я в последний момент успел руль дернуть и все. Против водителя Ниссана свидетельствовала запись его регистратора, записавшая не только траекторию движения нарушителя, но и его рассуждение о цели поездки. На этих кадрах видно, как шофер начинает движение из гаражного переулка и неспешно выезжает на дорогу. Автолюбитель явно не мог удержать машину в пределах одной полосы, но он отчаянно старался это сделать. Мужчина осознавал, что пьян и ему нужно поставить хэтчбэк. Собственно, ради этого он и сел за руль. Мужчина подъезжает к выезду на развязку. Когда подходит его черед выполнять маневр, он сворачивает не направо, как должен был, а налево, навстречу потоку. Шофер Тииды успевает набрать приличную скорость к моменту первого столкновения. Он таранит ленд-крузер и продолжает давить на газ, ежесекундно увеличивая количество участников ДТП. Когда Ниссан остановился, водители поврежденных машин подошли к хэтчбэку. Они хотели убедиться, что с сидевшим за рулем все в порядке. От виновника серии столкновений исходил резкий запах алкоголя. Он сидел, не понимал вообще, что произошло. Вы к нему подходили? Ну, все подошли, мало ли, может, человеку плохо стало или еще что. Водители, которые первые подошли, сразу говорят, да, запах был. Водитель Тииды, как и ожидалось, тест на трезвость провалил с треском. Вину нетрезвых оборовчанин полностью признал. Со страховым полисом ОСАГО у шофера проблем не возникло. Хэтчбэк на стоянку поставили за нарушителя. Правда, совсем не на ту, куда собирался мужчина. Иномарка оказалась на арест площадки. С места происшествия Юлия Зима, Анастасия Манина и Павел Рогатин.